Всем привет! Сегодня готовим очень популярный торт Цифра, но у меня он сегодня в виде сердца. К любому празднику 8 марта, 14 февраля, ну или просто на стол, любимому или любимой. Вот такая красота у нас сегодня получилась. Расскажу, какие я делаю коржи, какой крем. Крем у вас этот не потечет, все будет стоять хорошо. Ну все, готовим! Начнем с приготовления теста. Тесто будем готовить медовое на паровой бане, поэтому я поставила кастрюльку нагреваться с водой. И взяла еще одну емкость, термостойку, которая будет вот так вот входить, должна входить вот так вот в кастрюльку с водичкой, поэтому вот так сделайте. Все, начинаем. Берем 3 яйца. Вбиваем яйца в емкость, где будем собирать все тесто. Сюда добавляем сразу весь сахар, добавляем мед, 100 грамм. У меня просто мед акации, возьмите какой-то такой нейтрального вкуса. Сливочное масло и немного соли. Я вот так просто посолю на глазок, да и все. Ставим это все на водяную баню и вот так вот перемешиваем. Должно раствориться сахар с маслом. Масло почти растворилось, значит нужно держать на паровой бане. Я вот так вот все время взбиваю венчиком или лопаточкой до растворения крупинок сахара. Когда сахар растворился, я беру соду, это 1 чайная ложка. Высыпаем соду, перемешиваем. Сейчас все немного начнет пениться. Все, я снимаю с огня. Вот так. Вся эта масса должна остыть перед тем, как я буду добавлять муку. Иначе тесто возьмет очень много муки и будет твердое. Поэтому нужно подождать, чтобы остыло. Я оставлю в кухне на столе. Если лето, то откройте чуть-чуть форточку или окно. И прям вот так вот оставьте через полчаса, оно остынет. Даже меньше, минут 20 проходит, тесто уже не такое горячее. А пока начнем готовить крем. Крем для этого торта. Я буду готовить сливки взбитые плюс заварной крем. Начнем с заварного крема. Я возьму 2 желтка, но можно брать спокойно одно яйцо. Добавляем пол-литра молока, сахар и крахмал. Значит, включаем плиту и я увариваю вот так на сковородке, мешая венчиком постоянно, не останавливаясь, пока крем не загустеет. Если вдруг у вас будут комки, его можно перебить блендером, это не страшно. Буквально через 2 минуты, когда сковородка нагреется, при постоянном помешивании крем сворачивается. Я держу, ставлю на такой, знаете, маленький огонь, чтобы ничего не подгорало. Беру сковородку с толстым дном, буквально еще пол-минутки подержу, чтобы крем хорошо загус. Вот, смотрите, видите? Вот так. Перекладываем крем в емкость. Пока крем еще горячий, отправляем сюда кусочек сливочного масла. И я натру буквально чайную ложку лимона или центра апельсина, или то, или то, что есть. Вот так, буквально чуть-чуть. Можно лимон, можно апельсин, что хотите. Венчиком все соединяем. Если у вас в креме получились комочки, можете блендером все перебить. Но у меня крем однородный, вообще на крахмале он всегда однородный. Вот так вот перемешиваем венчиком, да и все. Так, берем пищевую пленку, чтобы крем не заветрился, пока он горячий. Пищевой пленкой его вот так вот накрываем прям поверх крема. Смотрите, чтобы не было воздуха между кремом. Вот так. Вся масса, пока я готовила крем, остыла. Она еле-еле теплая. Вот, смотрите, я себя так держу, она еле-еле теплая. Так, добавляем муку. Из общей нормы муки я делаю так. Добавляю где-то третью часть. Ну так, на глазок на три части делю. И перемешиваю сначала вот так вот первую часть муки. Чтобы тесто получилось мягкое, всегда в любое тесто муку нужно добавлять частями. Так, смотрите. Теперь другую половину муки, вот так. И останется еще на один раз. Смотрите, какое получается тесто. Теперь оставшуюся муку добавляем на стол. Сюда все тесто. Поднимаем вот так вот тесто все мукой. Вот так. Так, и теперь замешиваем тесто. Значит, обычно такого количества муки мне вполне хватает. Но так как мука по качеству разная, тесто у кого-то будет чуть-чуть теплее, у кого-то горячее, посмотрите по своему тесту в итоге в конце. Может, вам вообще не вся мука пригодится, поэтому не спешите, да? А может быть, чуть-чуть придется добавить, грамм 50. Поэтому тут будет зависеть уже по факту от теста, когда вы его будете готовить. Но вот это количество муки обычно всегда хорошо по норме. Тесто вбрало всю муку. Оно не должно липнуть к рукам. Это важно. Если у вас немного еще липнет, добавьте чуть-чуть муки. Теперь на одну емкость чуть-чуть муки отправляем сюда тесто и накройте пищевой пленкой. Пока сейчас доготавливаем крем, пусть тесто полежит минут 15. Итак, приступаем к крему. Заварной крем должен быть еле-еле теплый, тогда можно продолжать готовить крем. Начнем с желатина. Чтобы крем хорошо держал форму для этого торта, я добавлю желатин. Хотя можно в этот крем не добавлять желатин. Тут по назначению, что именно вы хотите, какой торт вы хотите перемазывать. Ну, я добавлю. Желатин нужно замочить в водичке на 2 минуты. Значит, я приступаю к готовке крема. И к крему нужно приступать тогда, когда заварной крем будет еле-еле теплый. Убираем пищевую пленку. Попробуйте обязательно крем. Он должен быть еле теплый. И только тогда приступайте к готовке. Чтоб не было так, что он горячий. Мягкий желатин отправляем в емкость. И его нужно разогреть. Либо на плите, либо в микроволновке. Сюда, в желатин, я отправляю пару ложек крема. Вот так. И хорошенько перемешиваем до однородности. Добавим еще ложечку. Теперь это все отправляем в общую массу заварного крема. И перемешиваем. После добавления желатина, на всякий случай, я прохожусь еще раз с блендером, чтобы у меня крем получился однородный. Ну, смотрите, в принципе, он у меня и так однородный. Но я так говорю и делаю, чтобы, ну, знаете как, у всех разный желатин, чтобы у вас точно получился такой гладкий-гладкий крем. Поэтому просто вот так вот пройдитесь блендером одну секундочку. Начинаем взбивать сливки. Сливки у меня 33%. Сначала взбиваем без ничего. В сливки добавляем сахарную пудру и продолжаем взбивать до загустения. Смотрите, крем взбился. Когда он вот так вот взбился, самое время добавлять заварной крем. Взбиваем сливки и добавляем крем. Увеличиваем скорость во время взбивания. Крем получился глянцевый и однородный. Теперь убираем венчик и убираем крем в холодильник где-то на полтора-два часа, чтобы он стал гуще. Тут желатин, он станет гуще. И так, теперь приступаем к тесту. Тесто перекладываем на стол. Чтобы получились красивые коржи, я буду делать три коржа. Как я делаю? Значит, смотрите, тут такой момент. Сейчас расскажу. Я делю тесто пополам. Одну половину убираю совсем пока. Раскатывать буду сразу на пергаменте. Тесто не должно переноситься. Сюда отправляю кусочек теста. Значит, смотрите. Так как это все-таки форма, и я буду делать сегодня сердце, ну, такое универсальное. На 8 марта, на 14 февраля, к любому празднику. Или, если вы делаете прямо цифру, вы обрезки с этого кусочка во второй корж положите, ну, а потом, соответственно, в третий. Таким образом, вы сможете раскатать три равные части. Если вы заранее порежете тесто на три части, они у вас будут слишком тонкие, и останется куча обрезков. Так, катаем 0,5. Все, теперь у меня получается как раз хорошо. Я нарисовала форму на пергаменте и вырезала его. У меня есть такое маленькое сердечко, я его положила, обвела. А второе просто отмечала 7 сантиметров, вот так вот по всему кругу. И у меня получился второй круг. Вот такую форму я делаю. Можно делать цифрой, круглой, квадратной, как хотите. Теперь аккуратно вырезаем. Так как у меня есть вот такая маленькая форма сердца, я буду вырезать не ножом, а буду вырезать вот так. Ну, чтобы было более так ровненько. Ну, а вообще за лучшее, если вы найдете, купите себе формы сердца. Раз в год или два раза в год они обязательно нужны. Так, ну, собственно, и все. Смотрите. Убираем внутри. Вот так. Убираем пергамент. Убираем вот эти части. Все, сердце наше готово. Вилочкой прокалываем. Вот так вот. Очень часто я делаю проколы. Вот так. И таких мы делаем 3 коржа. Теперь обрезки соединяем с основным кусочком. Вот так вот соединяем. Теперь весь этот кусочек делим так. Отрезаем большую часть и меньшую часть. Буду использовать большую. К меньшей потом опять добавлю обрезки. Раскатываем точно так же. Значит, на 180 градусов выпекаем 6-7 минут. Не передержите коржи. Золотистые и достаем. Вот такие коржики у меня получились. Они должны хорошенько остыть. Из остатков теста я сделала вот такие вот печеньки в виде сердца. Их можно или съесть, или ими же украсить тортик. Когда крем охладился, коржи все испеклись и остыли, можно приступать к сборке. Перед тем, как собирать, крем еще раз взбиваем миксером. Берем кулинарный пакет или срезаем просто край, и будем выдавливать, или через насадку, как хотите. Я буду делать через насадку. Перекладываем крем. Чтобы аккуратно снять коржи, берете нож и проходитесь. Даже если вы будете делать торт цифра, ну, из самой цифры, да, то у вас ширина будет, ну, все равно не больше, чем 7 сантиметров. Поэтому, вот так вот чуть-чуть подгинаю я. У меня хороший пергамент, но я боюсь поломать коржи, поэтому делаю вот так. Значит, смотрите, когда все хорошо вот так вот проходит, просто сдвигаем его на досточку. Ну, туда, куда будете, где будете собирать. Вот так. Сейчас делаем, выдавливаем крем по краю, по этому краю и по этому краю, а серединке потом. Значит, чтобы получилось красиво, нужно все вот эти пимптики делать одинакового размера. Ну, так, на глазочек. Так, и внешний круг. Так, а теперь заполняем, как уже получается. Итак, еще раз, как снять коржик с пергамента? Ну, во-первых, пергамент должен быть хорошего качества. Смотрите, видите, я вниз вот так тяну, и оно отодвигается. И любую форму, какую бы вы ни сделали, вы сможете так снять. Все, смотрите. Так, где-то еще, значит, не досняла. А, вот с этой стороны, да. Вот, смотрите, хорошо снимается. Теперь, как переложить? На какую-нибудь тоненькую досточку перекладываем сам коржик. Ну, вот так, предположим, вот так. И смотрите, я вот так сдвигаю. Хоп. Так. И декорируем вверх. Так, как это праздник, я уже трошки раскошелилась на вкусные ягоды не по сезону. Купила клубнику, немного малины. Поэтому, но можно украсить апельсины, киви, только бананы не режьте, они 100% потемнеют. Но если вы делаете по сезону, можно любые фрукты и ягоды. Вот такая красота получилась. Украшайте на ваш вкус. Можно и меренги поставить, и безешки, и печеньки, если хотите, фрукты, ягоды, какие-то мелкие конфеты, даже цветы живые. В общем, все приветствуется уже, что захотите. Еще посмотрите мой торт красный бархат. Очень вкусные нежные коржи и вкусный крем. Обязательно посмотрите и приготовьте. Все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. Пока-пока.